Сегодня в прямом эфире я хотел бы подвергнуть анализу вчерашнее выступление Хасмажмар Токаева и чтобы вы вместе со мной буквально по пунктам прошлись и поняли, насколько все его заявления будут работать и как повлияет это на текущую ситуацию. Сейчас многие наши граждане находятся на карантине, я вижу активность очень высокой в социальных сетях. Я думаю, что такого рода эфиры позволят людям разобраться, кто же все-таки рулит страной и вообще, как мы дожили до такой жизни. Итак, я хотел бы разобрать ряд поручений так называемых Хасмажмар Токаева. Вот обратите внимание, президент страны выступает перед всей страной. И хочу отметить, что на самом деле руководители государств в каждой европейской стране или в Америке, они выступают каждый день. Можно увидеть выступление Трампа по любым вопросам. В частности, например, вчера он заявил, что ситуация очень сложная и, скорее всего, в результате этой эпидемии в Америке погибнет не менее 200 тысяч человек. Думайте цифру, не менее 200 тысяч человек. И поэтому, когда наши люди говорят, что это выдуманная болезнь, это обычная простудная болезнь, я все время говорю, что смотрите, что делают ведущие страны мира. Они почему и ведущие, потому что они все время идут впереди. Они действуют всегда очень энергично, у них лучшая экономика, лучшая наука. Ну, как мы знаем, что ведущая страна в мире это Америка и ведущие страны Европы. Поэтому, вот смотрите, что говорит Трамп. То есть, он вчера сообщил, что в Америке погибнет минимум 200 тысяч человек. Сегодня, я вчера, когда это услышал, я даже не мог поверить своим ушам, что он такое сказал. Затем я нашел массу исследований, которые показали, что коронавирус, чрезвычайно опасная болезнь. И статистика, которая сейчас существует, она находится в начальной стадии. Когда Китай говорит, что у них всего погибло несколько тысяч человек, вы понимаете, в полуторамиллиардном Китае не может погибнуть меньше людей, чем в Америке. Если Америка говорит, что на вчерашний день, что у них погибнет не менее 200 тысяч человек, очевидно, что в Китае, у которого население почти в пять раз больше, чем в Америке, жертв было, судя по всему, не меньше миллионов. Это просто коммунистическая страна, диктаторская, которая скрывала и скрывает результаты этой вирусной инфекции. И сейчас бодро заявляют, что у них все наладилось, хотя мы видим, что это не так, потому что между городами все перекрыто, и выходят различные люди, различные не только забастовки, но вообще идут реально беспорядки. И вот, а сегодня Трамп заявил, что жертв будет уже не 200 тысяч, а 240 тысяч. Что мы видим в других странах? В Италии каждый день погибает около тысяч человек. В Испании жертв свыше 800 в сутки. Гигантские выставочные комплексы, они организовывают его для приема больных, и вы видите, что эпидемия охватила многие страны мира. И в этих условиях, когда глава государства выходит невнятно, раз в какой-то период, то вообще непонятно, а для чего нам нужен глава государства. Более того, во всех этих странах выходят на первый план, кроме руководителей стран, министры, различные руководители. Я, знаете как, я вообще хорошо знаю, что происходит в Испании, во Франции, в Италии, в Америке, практически во всех ведущих странах мира. А в Казахстане у нас определил Такаев, что лицом, который будет озвучить, что происходит в Казахстане, Абаев, это человек, который просто сообщает ту или иную информацию, и вы понимаете, что журналисты, если будут ему задавать вопросы по разным направлениям, по финансам, по экономике, он вообще ничего не ответит. Он просто зачитывает какие-то стандартные обращения, которые ему заранее были написаны. То есть он абсолютно не профессионал. Ну, конечно же, это очевидно так и должно быть, когда по всем направлениям должен выступать министр здравоохранения каждый день. Должен каждый день выступать санитарный врач, должны выступать Акимы областей, должен выступать министр финансов, который будет говорить, что цена на нефть упала, ситуация вот такая-то, и есть ли деньги в бюджете. Должен выступать глава Национального банка регулярно и сообщать о курсе. Что мы сегодня слышим, в частности, о курсе? Что обменники у нас до 15 апреля закрыты. Как тогда люди будут понимать, какой реальный курс тенге, какая его реальная рыночная стоимость? Ну как? То есть вы видите, что действующие правительства, ну будем говорить сейчас о нашем так называемой ель-басы, или как бы он называет сейчас бункер-басы, который спрятался в бункере, мы по нему будем отдельно говорить, будем условно говорить, что это правительство Такаева. Итак, что мы видим? Выходит Такаев выпученными глазами, читает заученный текст, и внешне, когда просто текст слушаешь, ну мы же привыкли, что они что-то говорят, но и особо не анализируем. Но сейчас не то время, мы сейчас должны анализировать, понимать, потому что от этого зависит ваша жизнь, ваше здоровье, безопасность. И поэтому, конечно же, в нормальном государстве глава государства должен выступать каждый день, кто такой Трамп и кто такой Такаев. Ну Такаев, как мы знаем, никто. Но Трамп выступает ежедневно. Правительство Франции, я их вижу на экранах каждый день, министры. Это с каждой ведущей страной. Почему мы видим Такаева только в раз в какой-то период делающие заявления? Почему мы не видим других министров? Почему мы не видим руководителей тех или иных ведомств? Почему мы не слышим, что как себя будет вести курс? Какие прогнозы? Почему мы не слышим министра сельского хозяйства, который должен говорить, есть ли действительно у нас проблемы с будущей продовольственной безопасностью? Хотя вот я, например, знаю, что сейчас выступили министры сельского хозяйства, Германии, Франции, Италии, они все говорят, что осенью будет опасная ситуация. Ну, в частности, в Италии из-за того, что они объявили карантин, сезонные рабочие, которые приезжают из соседних стран, ну, более бедных, скажем так, они не могут выйти на поля, не могут проводить работу. Собственно, сами итальянцы не могут выйти на работу, потому что объявлен карантин. Я знаю, что осенью будет продовольственный кризис. Уже по этому поводу существуют серьезные экспертные заключения, очень серьезные. Эти же проблемы у немцев, эти же проблемы у французов, которые являются крупнейшими производителями зерна в мире. И сейчас, как раз тот самый сезон, когда должны проводиться работы, получается сезон карантина. Что будет с продовольствием? Где наш министр сельскохозяйства? Почему премьер-министр не говорит по этому поводу в своей позиции? Очень много странных вещей происходит. К сожалению, мы все понимаем, что сейчас недееспособный президент, недееспособное правительство. И чем раньше мы это зазнаем, тем быстрее мы будем самостоятельно выживать. Вот в этой связи, уважаемые друзья, я хотел бы проанализировать все заявления Токаева. То есть, я так понимаю, что задача Токаева, если он раз в неделю даже выйдет, или раз в полмесяца выходит с заявлением, он должен говорить ясно, четко, внятно, каждая его цифра должна звучать так, что все ведомства страны, все структуры знают это вот именно так, точно, и в населении нет никаких вопросов дополнительных. И вся эта инфраструктура работает на исполнении поручений главы государства. Давайте посмотрим, так ли это. Давайте мы послушаем каждый пункт его заявления. Итак, наш Хасмжамар Джихазович говорит следующее. Поручаю проиндексировать пенсии и государственные пособии, включая адресную социальную помощь на 10% годовом выражении. И это, говорит, означает увеличение доходов соответствующей категории наших граждан на сумму более 200 миллиардов тенгеев. То есть, я читаю очень просто. Соответствующие категории наших граждан увеличат свои доходы на 200 миллиардов тенге. Вы понимаете, что он сказал? Он сказал, увеличение доходов неких категорий граждан приведет их на сумму более 200 миллиардов тенге. Это же такой бред надо услышать и просто поражаться. Вы понимаете, да? Что должен был сказать глава государства? Глава государства должен был сказать, например, средняя пенсия у вас в свое время они публиковали пару лет назад, что якобы средняя пенсия 65 тысяч тенге. Я, конечно, знаю, что средняя пенсия в реальности не такая, что люди значительно меньше получают. Я беру как условный пример. Это официальная статистика была. То есть, тогда надо ли понимать, Асанжемарт, что каждый пенсионер теперь в течение года будет получать на 6500 тенге больше. Так ли это или нет? Ну, на 10% в готовом выражении. Ну, мне, например, непонятно. В нашей стране более 2 миллионов пенсионеров. я взял, умножил 25 миллионов пенсионеров в год, если поделить на 12, то где-то чуть больше 2 миллионов. Умножил, а поделил на 200 миллиардов и получил, что наши пенсионеры должны получить доплату 8 тысяч тенге. Но мы-то понимаем, что этого не будет. Возможно, он имеет в виду, что минимальные пенсии, которые получают люди от солидарных пенсионных фондов, так называемых. Минимально 38 тысяч тенге. Может быть, он имел в виду, что 3800 тенге будет? Или здесь говорится о том, что пособие, вот различные адресные социальные помощи. Ну, да, у нас люди по этой программе, которая объявлена с прошлого года, получают какие-то пособия мизерные. То есть, тогда надо было сказать, что если человек получает какое-то пособие, плюс, например, 20 тысяч тенге, с такого-то месяца он будет получать плюсом 2000 тенге. Этот человек каждый месяц будет контролировать, а получил ли он свои дополнительные 2000 тенге. Или пенсионер получает 60 тысяч тенге, и он видит, получил ли он свои ежемесячно 10 тысяч тенге. А так, я его читаю, не понимаю. Что он сказал? Более 200 миллиардов тенге определенной категории населения получит больше. Вот я бы так понял бы. Вот президент страны выступил, вообще непонятно, что он сказал. Так, Асамжамар, наверное, нужно выйти министру социального обеспечения, социальной защиты, это разъяснить. Наверное, и речь должна быть внятная, а никакая, непонятно, что ты вообще хотел сказать. Давайте дальше. Он говорит, что в связи с тем, что до этого был разговор и объявление, что социальную выплату 42 тысяч 500 тенге, это минимальная заработная плата, получат те люди, которые уже стоят на учете по различным там страховым организациям, выплачивают страховку и все прочее. И только тогда им. Ну и до этого было заявлено, что якобы полтора миллиона человек будут вовлечены в этот процесс. Но тогда возник вопрос. Более трех миллионов человек, это только по официальным данным, самозанятые, а как с ними? И ясно, что они никакую работу не получают сейчас, карантин, они не могут зарабатывать. И они задали вопрос. Это мы задали вопрос от имени этих людей, говорим, а как быть самозанятыми? И вот сегодня, точнее, вчера Хасмзамарк разродился, что теперь эту помощь будут получать и остальные. И такая фраза очень интересно звучит. Для этого им достаточно формализовать свой статус, после всего на период ЧП они будут получать ежемесячную соцвыплату. Что значит формализовать? это значит, что эти люди должны провести разовую выплату свыше двух тысяч тенге, стать на учет, и только в этом случае они могут надеяться на получение помощи. Но надо иметь в виду, что даже эту помощь получить люди не могут, потому что, ну, представляете, человек получает 42 500 тенге в период карантина, да? они заявили, что вот есть электронный способ заполнения заявки. Ну, во-первых, у человека должен быть компьютер или как минимум соответствующий телефон мобильный, который позволит заполнить по этому требованию таблицу, контактировать с государственной структурой в электронной версии. У многих нет интернета, у многих просто нет денег, потому что люди, которые получают помощь и хотят получить 42 500 тенге такой помощь, у них, как вы понимаете, нет вообще ничего из того, что дает возможность выйти на контакт в электронном формате. То есть, опять объявляется помощь, а механизма нет и возможности нет. Это вот как сейчас говорят о дистанционном образовании детей. Так в сельской местности у детей нет ни компьютеров, ни телефонов, ни айпадов, ни интернета. Как они будут получать дистанционное обучение, так и здесь. То есть, заявляется о помощи, теперь уже еще шире, теперь говорится, что люди должны свой формальный статус оформить, и только тогда они будут претендовать на получение 42 500 тенге. но при этом такая прекрасно знает, что инфраструктура для получения этой помощи полностью отсутствует. То есть, люди не получат этих средств. Понимаете, что это значит? То есть, они... И вот он интересные фразы сказал. Высказывается обоснованно опасение, что некоторые граждане, имея достаточно неофициальные доходы, то есть, самозанятые, все равно будут оформляться для получения этой выплаты. То есть, карантин, работы нет, и президент страны не верит своим гражданам. Ну, а кто у нас всему этому учил нашу страну? Помните, Назарбаев говорил, народ Казахстана, он ушлый. То есть, сейчас Такаев говорит, что народ Казахстана ушлый, а вдруг он где-то работает и все равно будет претендовать на получение этой помощи. Это президент страны, который предлагает объединиться. С кем он хочет объединиться? С теми людьми из нации, которые он не доверяет? Ну, и смотрите, что он говорит. Но из отдельных несознательных людей мы не можем ставить под удар сотни тысяч действительно нуждающихся сограждан. С подобной ситуацией мы уже сталкивались. Вы помните, когда была запущена программа адресной социальной помощи, тогда очень большое количество, десятки тысяч людей получили эту помощь, а потом у них эту помощь начали отбирать когда они уже успели потратить 3 месяца, 4 месяца, а суть была, что оказывается вы не указали, что у вас была в свое время корова, курица, у вас оказывается там земельный участок, вы там собирали помидоры, какие-то сто тенге вы не успели, не указали в декларации, и поэтому мы у вас отбираем все деньги за 4 месяца, которые вы непрерывно получали, а если вы не отдадите, мы на вас подадим суд. Вот собственно в чем суть этой помощи, то есть люди сейчас должны задуматься, во-первых, технически ее не просто получить, в условии карантина ее нужно заполнить, потом электронно, потом все люди сейчас говорят и пишут, мы не можем заполнить в электронном формате заявки, не можем заполнить анкету, вообще так называемый сайт EGOLF не работает. Вот собственно смотрите, каким образом он оценивает наши граждане, наши ушлые граждане, которые претендуют на получение вот такой помощи, маленькой, ничтожно маленькой, и вот они такие будут обманывать людей. Вот собственно вы видите, какой президент страны, да? Теперь дальше. Обратите внимание, это совершенно огромное бедствие, которое намечается и давно намечалось в нашей стране. Он поручает продлить, это третье его поручение, с 1 апреля до 1 июля право незасрахованных граждан получать медицинскую помощь в системе обязательности социально-медицинского страхования. Как вы знаете, здесь дальше. На этот период обслуженный граждан медучреждений должно осуществляться в полном объеме независимо от участника. Это очень важный момент. Вы понимаете, что все граждан страны принуждают к обязательному страхованию, к обязательным определенным выплатам. Если эти выплаты не делать, то медицинского обслуживания не будет. я хочу вам напомнить программу ДВК. В программе ДВК мы заявляем следующее. Медицина, услуги медицины в государственных медицинских учреждениях должно быть бесплатным. Почему? Потому что это было завоевание нашего государства и это сейчас везде повсеместно, по всей Европе например, существует. когда например образование высшее и среднее и среднеспециальное бесплатное. Медицина бесплатная во многих ведущих странах Европы. И так было в Советском Союзе. Мы говорим, что наша страна вполне себе в состоянии организовать бесплатное высшее и среднеспециальное образование и сделать, чтобы медицинские услуги со стороны государственных учреждениях были бесплатными. Это не фантастика. Вот нынешняя молодежь все время говорит, что это невозможно и так далее. Уважаемые друзья, мы так жили и в 90-х годах тоже было бесплатно. Просто в какой-то момент даже в тот период, когда денег в стране было много, цены на ней были 140 долларов за баррель, не как сейчас 13, 10 раз выше. Денег в стране было завались. И в этот период Назарбаев сделал, что образование у нас стало платным, медицина тоже платная и собственно вот сейчас принуждает всех, чтобы мы пошли и платили так называемое социальное страхование. У многих нет такой возможности. Более того, даже если заплатят, мы понимаем, что не будет качественных медицинских услуг. А почему? Потому что Назарбаев развалил медицину. На самом деле это та самая отрасль, где со стороны государства должны быть мощнейшие инвестиции. Есть база, которая нам осталась в наследство. Его нужно просто усилить. Частная медицина пусть развивается, частное образование пусть развивается, но государственные медицины и образования должны быть бесплатными и не нужно нам никаких страховок. Все это они слизывают с некоторых западных стран, но они шли по другому пути. У них граждане пока до этого дошли, они сформировали серьезный достаток, серьезный средний класс. 80% населения действительно живут на высоком уровне, это средний класс. А у нас какой средний класс? У нас 90% бедные нищие. И то, что было бесплатным, мы в состоянии вернуть. И вот сейчас получается тем людям, которые не в состоянии это оплачивать, такая так называется с барского плеча сказал, хорошо, вы 3 месяца можете пользоваться медицинскими услугами бесплатно, не платить социальные взносы. Вот что значит его третий пункт. Теперь смотрите, это настолько позорный четвертый пункт, который вы сейчас, когда вы вместе со мной это услышите и поймете, что человек даже не понимает, что он сказал, он просто прочитал, что ему написали, люди, которые писали, абсолютно не профессионалы, вообще там судя по всему вообще их нет в этом правительстве. Вот смотрите, необходимо расширить перечень категорий граждан, которым должны предоставляться бесплатно продуктовые бытовые наборы. Такой пакет помощи должен быть дополнительно предоставлен инвалидам 1, 2, 3 групп и детям инвалидам официально зарегистрированных безработных. Эта мера охватит более 800 тысяч человек. Уважаемые друзья, вот представьте себе, 800 тысяч человек по всей стране разбросаны. Ну, хорошо, пусть будем считать, что у правительства министерства такие данные есть. Теперь они должны сформировать бесплатные продуктовые наборы правительства. То есть, для этого должна существовать целая система по всей стране, в каждом ли чуть ли не ауле. У нас же эта категория граждан, инвалиды 1, 2 группы и так далее. Дети, инвалиды, они разбросаны по всей стране. А значит, помощь должна быть по всей стране. Значит, по всей стране должны быть организованы службы. Это в условии, когда карантин, когда людям нужно немедленное продовольствие. Сейчас тут они будут разворачивать команду, которая будет обеспечивать 800 тысяч человек по всей стране. Это что? Нужно создать кучу предприятий, тысячи по всей стране, принять людей на работу. Они будут сидеть там, эти наборы упаковывать, определять, кому отвезти. Должны быть инфраструктуру, созданы машины, которые отвозят люди. Вы представляете, какой бред? А люди сейчас должны чем-то питаться, особенно в условии карантина, когда нет работы, нет денег и так далее. Они даже на 800 тысяч человек, чтобы развернуть, им года не хватит. и чтобы это развернуть, нужны серьезные ресурсы. Огромную команду людей, им платить зарплату, чтобы они сидели в этих цехах, упаковывали наборы. Вы представляете, потом развеслись, чтобы созваниваться с этими людьми. Есть же простое решение. Отдал людям деньги, и они сами придут и купят. И тем более это мгновенно, на одном щелчке делается. В единой базе все эти фамилии есть, счета у них известны, они получают различные пособия. Раз им перебросил по 50 тысяч тенге, каждому все, тема закрыта. Не нужно создавать инфраструктуру, какие-то продуктовые наборы, пытаться понять, это национальный продукт или импортный. Но представляете, это же комиссии будут создавать, прокуратура будет, это будет видимость работы, это пшик очередной. То есть ничего не будет сделано. И вот что пишет, важно задействовать местный, малый, средний бизнес для производства и доставки. Это в условии карантина, когда малый бизнес и средний бизнес вернул свою деятельность, когда запрещено появляться, по сути дела, быть распространителем вируса, оказывается, малый и средний бизнес должен при этом развернуться, наладить производство, упаковку, доставку до 800, для 800 тысяч человек. Вы представляете, это какой бред. С одной стороны правительство говорит карантин, а с другой стороны говорят 800 тысяч человек нужно обеспечить, создадим места рабочие, наберем продовольственный набор. Это же какой бред, перечислили людям деньги и все, тема закрыта. бред. И он утверждает здесь постепенно перейти от натуральных наборов перечисления средств для самостоятельной выбора и покупки. Зачем постепенно? Когда раз, прямо сейчас, немедленно перечислил этим 800 тысяч человек по 50 тысяч тенге, и все. И забыл про все и более того, каждый идет не нарушая карантинный режим. Покупает продовольствие и все прочее. То есть здесь знаете как разговор глухого со слепым. То есть с одной стороны он говорит карантин, а с другой стороны говорит создавать рабочие места, продовольствие, везите, то есть разносчики. И это нужно сделать немедленно, для 800 тысяч человек немедленно невозможно. Вы понимаете какой бред он сказал? Это президент нашей страны. Ну и соответственно все правительство. Они же ему текст такой готовили. Дальше. Вот этот пятый пункт вообще веселый. Смотрите. Как он заботится о весенней полевых работах? Ну знаете, Хасанжимар наверное и на полях никогда не был и в селе никогда не жил и наверное не понимает как все это происходит. он наверное думает что по приказу наши сельхозники производят продукцию по приказу доят коров по приказу наверное убирают за ними за коровами и все прочее. необходимо вот дать приказ. Я просто тот период помню советский период еще удивлялся. Нас студентов загоняли убирать зерно. Возили в Казахстан огромное количество тракторов приезжали белорусские украинские трактористы приезжали военные так называемые партизанам их называли делали призыв и страна гигантскими усилиями собирала миллиард пудов и первые лица получали герои социалистического труда и все прочее. но затем когда пришел рынок куда-то все это пропало стали легко собирать 20 миллионов тонн год 27 ну около 20 да то есть миллиард пудов это 16 миллион тонн сейчас наше сельскохозяйство без вовлечения ни студенты не ездят из других стран вообще никто не приезжает вообще никого не видно никто не знает что там происходит ну каждый год около 20 миллионов тонн ну просто так собирают просто так и правительство там не видно аграрники сами действуют все прочее и тут хасанжомарт решил озаботиться сельскими хозяйством в духе совка советского режима когда вот вся страна там говорила вот мы там будем добывать казахстан житница все прочее да он не нужен вообще там вообще и правительство никого там не нужно просто нужно чтобы людям дали работать чтобы работал рынок и что он предлагает посмотрите предлагает 70 миллиардов тенге выделить через аграрную кредитную корпорацию и довести ставку конечным заебщиков до 5% и вот вдумайтесь национальный банк страны когда была учетная ставка 9-25 годовых неожиданно поднимает до 12 годовых как я говорю единственный национальный банк мира который в условии кризиса вместо того чтобы уронить ставку как все страны мира сделали он поднял такая же страна как и казахстан ну извините я скажу тупая вот россия там тоже такая же бандитская страна как казахстан но там хоть центральный банк умный у них была ставка 6% они сказали кризис мы не будем повышать ставку оставили на уровне 6 годовых и вот представьте было 9-25 национальный банк поднимает учетную ставку до 12 годовых соответственно поднимаются выше все банки начинает 15-20 и выше кредитовать то есть что сделал национальный банк национальный банк сделал так чтобы деньги были дороже а не дешевле и вот теперь правительство говорит что ставка для аграрии будет 5 годовых зачем вы поднимали учетную ставку национальном банке объясните мне и почему вы до сих пор ее не уронили не выровняли хотя бы с Россией не сделали 6 годовых зачем вы это сделали вы понимаете да какой непрофессионализм на всех уровнях и теперь смотрите говорится что в рамках экономики простых вещей такая поручает выделить 100 миллиардов тенге и это конечная ставка будет 6 годовых да это значит судя по всему будет здесь говорится о скидке 15 процентов от рыночной цены на нефтепродукты судя по всему эти аграрные компании будут брать кредиты по ставке 6 годовых и на эти деньги будут покупать топливо дизельное топливо и теперь он пишет довести при этом дизельную стоимость дизельного топлива для сельхоз товаропроизводителей до 165 тенге понизить как он говорит на 15 процентов слушай ты лучше выпиши указ скажи Кулебаев я тебе приказываю понизить на 15 процентов это будет понятно и честно кому ты обращаешься потому что мы все в стране знаем что все цены на нефтепродукты контролирует семья Назарбаева конкретно Кулебаев что здесь жевать ну и второе что это значит это значит 100 миллиардов тенге то есть Кулебаев понизит цены на дизельное топливо на 15 процентов и за это он фактически получит 100 миллиардов тенге то есть он не потеряет ничего а просто одним ударом из кармана правительства из бюджета страны из денег налогоплательщиков одним ударом по сути получит 100 миллиардов тенге но представьте себе что за помощь нашему сельхозтовропроизводителю зерно конкурентный мировой продукт мы это зерно продаем на мировые рынки значит наше зерно должно быть конкурировать с другими производителями и у нас себестоимость должна быть как можно меньше что происходит в мире ну возьмем например нефть из него же делаются нефтепродукты относительно 1 января когда цена была 68 долларов за баррель сейчас цена нефти казахстанской марки юрос ну вчера например цена достигла 13 долларов за баррель то есть фактически цены на нефть упали в 5 раз мы 2 недели назад говорили что Кулебаев обязан продавать нефтепродукты по рыночной цене и требовали чтобы цена была понижена в 2 раза но вы думаетесь сейчас цены на нефть упали в 5 раз какие 15 процентов какие субсидии дополнительной выплаты по сути 100 миллиардов тенге которые попадут опять в карманы Тимура Кулебаева вы понимаете что делает Хасанжимар они как бы беспокоятся о сельскохозяйственном секторе и начинает смотрите что делать они говорят что должно быть все прозрачно и теперь начинает двигаться государственная шина этих бандитов погонам которые начинают мешать здесь что говорится генеральная прокуратура должна обеспечить соответствующий надзор и контроль в регионах причем здесь генеральная прокуратура это бизнес это рынок люди работают в селе они его производят это генеральная прокуратура вообще не должно быть там видно где вы увидели чтобы Генеральная прокуратура Соединенных Штатов Америки ходила на полях или Франции и надзирали, где ты купил топливо, по какой цене. Вы понимаете, какой абсурд? Конечно, они раздувают чиновничный штат, и когда они дают эту скидку, вы прекрасно понимаете, что начнет выстраиваться очередь, межсобочек, взятки пойдут и так далее, чтобы получить по этой цене. А решение очень простое. Если мы хотим конкурировать нашим зерном на мировых рынках, значит топливо у нас должно продаваться так же, как в мире. А как в мире? Цена на нефть упала во столько-то раз, цена на бензин автоматически падает. Если цена на нефть упала в 5 раз, значит цена на нефть продукты должна упасть тоже в 5 раз. Очень простая формула, и никакой Генеральной прокуратуры не нужно. Не нужно ходить и говорить, что я помог сельскому хозяйству. Вы вредите, потому что высокая цена на нефтепродукты приведет к тому, что себестоимость зерна у нас будет выше, и мы это зерно не сможем продавать на мировых рынках, потому что мы производим в 2 раза больше, чем нам нужно это зерно для собственных потребностей. Мы его потом перерабатываем, продаем через муку, через зерно на мировые рынки. И вот это вот решение, то что искусственно сдерживать цены на нефтепродукты приводит к тому, что у наших сельхозпроизводителей себестоимость зерна выше, и не случайно наши сельхозники часто попадают в ситуацию банкротства. Ну реально попадают в ситуацию банкротства, потому что такие меры увеличивают себестоимость, они становятся неконкурентными. Они могут продать свою продукцию, и затем завтра приходит Кулебаев, их банкротит, забирает, а прокуратура уходит, сажает людей. Я знаю огромное количество аграрников, которые попали под пресс этой власти именно за этих действий. Никакого рыночного подхода нет, совок полный, полный совок. Вот что значит продовольственная безопасность. Все эти меры приведут к тому, что осенью действительно мы будем испытывать кризис. Кризис. Теперь смотрите, идем дальше. Тоже вообще называется, каждая строчка сказана и противоречит следующей. Шестая позиция, которую он заявил. Из-за введения карантинных мер вокруг столицы городов Алматы и Шимкент наблюдается избыток трудоспособного населения. Прежде всего молодежи. И вот он здесь выдает, что оказывается у нас есть поручение дает правительству, акимам. Есть некая дорожная карта занятости и вот надо реализовывать эти проекты. В условиях карантина, когда города закрыты, когда передвижения нет, оказывается он говорит, что нам нужно реализовывать проекты и обеспечить население и молодежь работой. Все это время, когда были высокие доходы на нефть и все прочее не обеспечили. А в условиях, когда денег нет, кризис, карантин, он предлагает обеспечить людей работой. И здесь он утверждает, что в рамках этой программы должны быть предоставлены подъемные 85 тысяч тенге. А затем, в дополнение к существующей заработной плате, то есть здесь должны быть не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате. Это должны быть выплаты дополнительные. И вот он говорит, будут развернуты мобильные рекрутские пункты в условиях карантина, между прочим. Акиматы проведут разъяснительную работу карантина. Будет экспресс тестированный на коронавирус. Вы видели где-нибудь, чтобы лаборатории были развернуты по всей стране или даже в этих трех городах? И отлавливая людей, и было экспресс тестировано. Или люди сами, чтобы приходили. Вы видели, нет? Чтобы бесплатно вас тестировали. Я уж не говорю о том, что тестов таких, по сути дела, нет, которые определяют. И дальше. Должен быть сбор и транспортировка работников до места новой работы. Масок нет. Карантин. Какую работу он хочет новую создать? Вы видите, это просто туфта полная. Что он говорит? И здесь нужно обеспечить достойными условиями труда и средствами защиты. То есть, сейчас, если брать эти города, Алмату, Астану, Шимкен. В Алмате живет более двух миллионов человек. Вокруг еще столько же. В Шимкенте более миллиона человек. Регион очень густонасыщенный. И здесь говорится о том, что вот этим людям, которые не имеют сейчас работы, обеспечат работой. Власть, понятное дело, боится, что здесь начнутся беспорядки, голод. И все эти страхи мы видим в его пунктах заявления, но мы не видим главного. Как же это будет реализовано в условиях карантина, в условиях, когда нет денег. Кто их встретит? Кто им даст рабочие места? Мы же все знаем, что никаких рабочих мест не будет. Никаких выплат не будет. Ничего. То есть, это шестой пункт. Это просто очередной обман. Дальше. Теперь он говорит. Ранее я обнародовал меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Это налоговые преференции, а срочки по платежам, по займам и многое другое. Здесь он говорит, что агентству финансовым надзорам нужно работать с банками. Нужно, чтобы не начисляли вознаграждение, не требовали возврата основной суммы. Но здесь вообще смешно звучит. Смотрите. Банки тоже часть нашей экономики и несут убыток. Но все же мы попросим их проявить понимание. Обратите внимание. Глава государства говорит проявите понимание. Я уже много раз выступал и объяснял. Хотя наши люди до сих пор многие не понимают. Говорят, у банков есть резервы. Это просто, ну что называется, ну по ощущениям. А я вам как бывший банкир говорю, что это так не работает. Если банки не будут получать проценты за обслуживание кредита, не получат часть суммы, которая была подписана заемщиком, они соответственно в балансе у себя должны отразить убыток. Или даже если финансовый надзор по балансу это скажет, не отражаете убыток, дайте им отсрочку, возникает ситуация, что вот банк раздал деньги, и у него есть график возврата средств. И у него есть вкладчики, юридические и физические лица, у которых есть договора на возврат этих кредитов, на получение процентов. Теперь эти деньги не приходят, а банк посредник, он берет у вкладчиков какие-то деньги под определенный процент и выдает дальше. Теперь эти деньги не возвращают клиенты, потому что Такаев сказал проявите понимание. Соответственно банк не может отдать деньги вкладчикам и не может вернуть деньги пенсионным фондам. Соответственно вкладчики попадают, пенсионные фонды попадают, наступает крах банковской системы. Видите какой непрофессионализм. И он заявляет, что банки должны проявить понимание. Во всем мире это происходит очень просто. Государство платит за этих людей проценты, например, если они говорят, что нужно проценты отсрочить, платят в банк и все. Это очень простое решение, это квалифицированное решение, которое делает весь мир. Ну и хорошо. А в чем помощь для малого и среднего бизнеса, который получает отсрочку еще на три месяца? Ну хорошо, через шесть месяцев банк говорит, ты мне должен за эти три процента заплати еще за последующие три процента. То есть в два раза больше. А за это время бизнес стоял, продаж не было. Людей, предприятий были вынуждены сокращать, потому что у них продаж нет. Сейчас только продовольствие продается. А все остальные сектора, они замерли. Из каких средств они могут вообще заплатить людям деньги? В Англии вообще 80% заработной платы правительство обеспечивает. На частных предприятиях, в частных, государствах, неважно. А как будет малый и средний бизнес не сокращать людей? Как малый и средний бизнес вообще в состоянии заплатить эти проценты, пусть даже отложен на три месяца? И Такаев говорит, что нужно помочь. Еще вообще смешные вещи, просто забавные. Он говорит, нужно проявить конструктивизм. В трудные годы мы вам помогали. А кому помогали? Они захватили мой БТА-банк, потом в Коском, влили в Коском 8 миллиардов долларов. Вдумайтесь. И Тимур Кулебаев за 2 тенге присвоил эти... Все два банка. Оба. Два банка, которые были впереди. И БТА-банк номер один был, Коском был номер два. И Назарбаев захватывает оба банка, дарит своему зятю 8 миллиардов долларов. И за 2 тенге этот банк попадает в карманы Тимура Кулебаева. И теперь второй пример. Когда Цесно-банк... Цесно-банк, там сумма точно неизвестна, но судя по всему около 4 миллиардов долларов. Опять вливает этот банк. И кто стал владельцем? Фонд Нурсултана Назарбаева. То есть, Асамжамар Токаев к кому обращается? Он обращается к Назарбаеву что ли? Или к Кулебаеву? Говорит, ну мы вам же помогали, ну давайте вы тоже помогите. Это, вы понимаете, это же вообще кино целое. Они там с друг другом что, вообще не разговаривают что ли? Вы понимаете, что эти банки просто скажут отдыхай, Асамжамар Жехазович. И все, и до свидания. Я свои миллиарды, Тимур Кулебаев скажет, Назарбаев, не собираюсь тебе отдавать. Гуляй. Ну тем более, что мы же сейчас понимаем, когда Токаев говорит, что скидка на 15% по нефтепродуктам, называет конкретную сумму, по какой цене должно продаваться теперь дизельное топливо, и сразу эти 100 миллиардов залетает в чей карман? Тимура Кулебаева. Вы видите здесь, как он нам пытается морочить голову. Типа, смотрите мне, ребята, я могу, если что, административные меры предпринять. Какие? Он берет и из бюджета 100 миллиардов выгоняет Тимура Кулебаева, когда тот должен 5 раз уже уронить цены на нефтепродукты, даже не в 2 раза. Вот вам реальная помощь. Идем дальше. Что он еще такой интересный сказал? Это я вам ряд пунктов зачитал, что он говорит. Бизнес, оказывается, по мнению Тукаева, должен взять на себя встречные обязательства. Притом этому бизнесу вообще никак не помогли. По обеспечению объема производства, а как может бизнес, например, сохранить тот объем производства, который был раньше, в условиях карантина, в условиях массового сокращения, когда нет спроса на продукцию, вопрос, да, сохранение цен. Как можно сохранить цены, если тенге уже было 382, сейчас за 450, ну где-то на 15% упало, и мы знаем, что тенге в течение этого месяца скорее всего дойдет до 600. Если производители, многие составляющие импортируют, они покупают валюту, если они покупали вчера по 380, а сегодня уже по 450, 500 и так далее, как можно сохранить цену неизменной? Как? Вы понимаете, это просто набор фраз, которые в принципе не осуществим. Поддержание, занятость. То есть предприятия остановились, продавать им нечего, карантин, кризис, а они должны выплачивать. А из каких средств, если у них поступлений нет, если правительство не помогает этим предприятиям, не выплачивает им проценты, не откладывает какие-то платежи или не платит само за это, работа остановилась, как предприятие может сохранить занятость. Теперь смотрите, он в рамках этой программы поручает Акимам и правительству. То есть как бы от себя отодвигает, говорит, ну вот это Аким виноват, это вот такой-то министр виноват. Каким Акимам? Например, недавно мы знаем, что Акима Козловинской области арестовали с огромным количеством заместителей и так далее, и нет информации за что, но мы-то понимаем за что. Каким Акимам он хочет отдать все эти решения? У Акимов не денег нет. Все деньги, которые сейчас есть, в рамках годового бюджета, сейчас текущие налоговые поступления фактически упали очень сильно. Так из каких денег должны реализовывать Акимы дорожную программу, создавать рабочие места? Из каких? Вы понимаете, это все не работает. И далее, смотрите, чудеса просто. Восьмой пункт. Он говорит, что деньги в национальном фонде нужно расходовать рационально, а деньги по их расходу не принимает решение только Назарбаев. То есть, кому он обращается? Деньги не выделены, их нет. И вот, нужно, оказывается, не исключать, обратите внимание, для реальной экономики не стоит исключать возможность прямого финансирования через байтерек, там и так далее. То есть, это не президент страны, которая говорит, нужно сделать так, я поручаю, четкий механизм, он говорит, пожалуйста, вы там не исключайте возможность, вот там на левом повороте стоит, там, такой-то человечек, он может вам пригодиться. Вот так это звучит, абстрактно, какой-то байтерек, что этот байтерек сделает, сколько он денег выделит, кому выделить, на каких условиях, вообще самое главное. А есть ли у него эти деньги? Это называется выступление президента. И он ищет какие-то локомотивы, у нас единственные локомотивы за весь период правления султана Назарбаева нефтяная отрасль и сырьевые предприятия, которые достались нам на следствие от Советского Союза. И вот он опять упоминает, какие-то локомотивы, что вот эти компании могут выступить локомотивами в экспорте. О чем он говорит? Затем он поручает все эти меры, чтобы контролировали счетный комитет, региональные ревизионные комиссии, общественные советы, ну и конечно же там партия Нур-Атан должна. Ну, то есть, все те, кто жил при Советском Союзе, помнят, КПСС, там, Слава КПСС, ревизионная комиссия, прокуратура, полиция, в то время милиция была, ОБХСС и так далее, ничем не отличается, только бери и меняй название, а суть остается тоже без изменений, да? и вот, можно сказать, что все его выступление в никуда, решения нет, механизма нет, инфраструктуру нет, все неграмотно, даже финансовый надзор выпускает постановление об отсрочке, а банки его не исполняют, потому что в этом постановлении нет механизмов, потому что все предыдущее законодательство, все правила расписаны так, что банки не могут давать отсрочки так, чтобы у них при этом не формировался убыток, так, чтобы у них не был текущий, потом появлялись проблемы с текущими деньгами, нет механизмов, это абсолютно непрофессиональное решение, по сути дела подрывает все намерения Хосможомарта Тухаева, то есть это нереализуемо, то есть до чего все это я говорю, чтобы вы и надеялись на это правительство, не надеялись на Назарбаева, который спрятался где-то в своем бункере, который совсем недавно говорил, что в 20-м году все вот так пойдет, но если даст Бог, конечно, Бог не дал, и мы все должны понимать, что во главе страны сейчас находятся беспомощные лидеры, они называют себя Ель-Вассе, президентами, председателями Сената, тымер-министрами, еще кем-то, но вы все видите, это беспомощные лидеры, самоназначенные, все их решения реализовать никоим образом невозможно, вы видите, я вам просто показываю, это просто обман, даже такое решение, как цены на нефтепродукты, просто принудить, чтобы они продавались по рынку, а именно в 5 раз дешевле, приведет к тому, что наша аграрная часть экономики будет иметь без всяких прокуроров и так далее низкие цены на нефтепродукты, и у них будет хорошая себестоимость, они будут конкурентны, они более того, могут больше его произвести, низкая цена на нефтепродукты приведет к тому, что могут не расти цены на многие товары, потому что они перевозятся из одного региона в другой, если цена на бензин дорогая, то соответственно это ложится на себестоимость продукции, а если она 5 раз становится дешевле, значит это вам завтра, уважаемые друзья, тоже отразится на ваш финансовый кошелек, цены будут ниже, очень простые рыночные решения, а тут сплошной набор фраз, набор пожеланий, который в принципе не будет работать, как вы видите, это беспомощные патенты правительства старцев и импотентов. Они понимают, что к осени их ожидает крах, делают такие телодвижения, пытаясь уйти из этого, но вы понимаете, что у вас сейчас нет денег и каждый день ваше возмущение накапливается, вы видите, что вы не можете получить никакую помощь от этого правительства, карантин будет продлеваться, в мире эта ситуация очень тревожная, я уверен, что не меньше месяца, скорее всего, будет больше, карантин будет оставаться в том виде, который сейчас есть, экономика мира будет сживаться, цены на ней будут падать, потому что сейчас по разным оценкам в мире более 20 миллионов баррелей в сутки производится лишней нефти, то есть даже если Саудовская Аравия и Россия вообще не будут производить ноль, цена на нефть не изменится, это я вам просто объясняю, что в реальности происходит, то есть цены на нефть падают вниз, на это влияет еще в том числе развитие коронавируса по всему миру, это приводит к остановке производств, целые страны закрываются, замирают, соответственно, деловая жизнь падает, и нет спроса на нефтепродукты и нефть, и пока не будет найден способ борьбы с коронавирусом, это будет происходить, и если правительство стран не будут делать решительные действия, это приведет к массовому голоду, к массовым беспорядкам, хаосу, и нынешнее правительство во главе практически с Султаном Азербайевым и Такаевым не в состоянии предотвратить, поэтому уважаемые граждане, вы должны быть в курсе того, что происходит в нашей стране, четко анализировать, что за решение предлагает Такаев вместе со своим правительством, и вы должны понимать, что эти решения не работают и не будут работать, что же делать нам? Мне все время говорят о том, что я как бы рассказываю плохой сценарий, к сожалению, это реальность, это не плохой сценарий, который я выдумал в голове, это реальность, но вы, наверное, думаете, что в нашей стране нет людей, которые могли бы вывести страну из кризиса, вы, наверное, многие думаете, а что делать? Я хочу на самом деле сказать следующее, в нашей стране много талантов людей, их много и везде, просто эта политическая верхушка не дает этим людям проявиться, вы прекрасно знаете, я в свое время хотел построить, точнее, создать институт специально для обучения своих сотрудников банковских и исследовал многие институты, я, честно говоря, с восторгом и гордостью увидел, что в нашей стране каждый год тысячи молодых людей получают образование, они владеют английским языком, они понимают мировое развитие экономики, многие из наших сограждан учились в западных институтах и мы действительно имеем талантливую молодежь, только нынешняя политическая система, бездарная политическая верхушка, ее ненасытное желание ограбить страну привело к тому, что мы сейчас находимся фактически у разбитого корыта, если мы сделаем всего лишь один шаг, объеднимся и просто сместим этот режим, у нас все поменяется, у нас очень много талантов людей, у нас много активистов, которые несмотря на их давление, они упорно стоят, это идейные люди, которые думают о стране, я горжусь ими, я смотрю, вижу малые девушки, ребята, они выступают, четко понимают, что нам нужна парламентская страна, они понимают, что у нас прекрасное будущее, и они ничего не боятся и сопротивляются этому режиму, главное, чтобы нас стало много, все остальное мы преодолеем, мы преодолеем что угодно, в нашей стране огромные возможности, поэтому я сегодня свой эфир хотел бы именно завершить вот на этой ноте, как бы нам не было трудно, сейчас мы в состоянии преодолеть эти трудности, потому что в нашей стране есть главный человеческий капитал, наша страна обладает гигантскими природными ресурсами, мы сможем справиться со всеми трудностями, но не потому, что нынешняя верхушка оптимистично заявляет, что мы преодолевали раньше, преодолеем сейчас, нет, потому что мы отстраним их от управления страной, и тот осколок советского режима, когда Советский Союз фактически состоял из членов Политбюро, из старцев, которые умирали друг за другом каждый год, и им было по 75, по 80 лет, и мы каждый год ждали, что вот этот умрет, второй умрет, и в итоге Советский Союз развалился, это сейчас Казахстан, наша политическая верхушка представляет именно такую ситуацию, когда говорят давайте сплотимся вокруг лидера, в то время был Брежнев, вокруг Коммунистической партии, мы сейчас слышим те же самые слова, те же совковые управления, та же несвобода, и та же беспрерпективная ситуация, которая была в Советском Союзе, она именно поэтому развалилась, и сейчас мы конечно же когда говорим о развале, мы будем говорить о развале старой системе управления государством, во главу страны должны прийти новые люди, талантливые, знающие, как мир развивается, готовы работать на страну, и они у нас есть, вы их видите каждый день рядом в нашей стране, я верю в нашу страну, и самое главное, я верю в наш народ, Алга Казахстан но